Заявки на участие в зимней ривьере. Уже традиционных соревнованиях, которые ежегодно проходят в Сочи, в этом году подали 108 спортсменов. Сразиться за медали турнира в олимпийских классах ягд к Черному морю приехали гонщики от Владивостока до Москвы. У нас участвуют команды из Владивостока, Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Саратовской области, Самарской области, Ярославской. И у нас есть представители из Белоруссии. В Сочи из Белоруссии приехали три экипажа. Здесь они не только соревнуются, но и проводят сборы. Делать это на базе в Минске сейчас не позволяет погода. Кстати, белорусы в Сочи приехали после солидного перерыва. Последний раз в зимней ривьере они участвовали еще в советское время. Сейчас пытаемся снова возобновить это дело, потому что старые традиции, они всегда добрые, они всегда приносят успех. Успех одному из белорусских экипажей принесла уже первая гонка. Накануне Анастасия Кривцова и Диана Николаевичек, катаются вместе они, кстати, всего пять месяцев, стали первыми в гонке в олимпийском классе 470. Не помешал даже неудачный с опозданием старт, сложная дистанция и течение. Помогла правильно выбранная тактика и контроль соперника. К финишу они пришли, оставив позади даже мужскую команду юниоров. Это ощущение, когда просто на финиш идешь, ты видишь там все лодки сзади, и просто тебе свистят, все гонка закончена. И нам еще крикнули «Молодцы!» Вообще ощущение просто незабываемое. Расслабляться экипаж Кривцовой, конечно, не намерен. Всего в рамках зимней ривьеры запланировано 12 гонок. И победители будут определять по сумме результатов всех гоночных дней. Поэтому девушки будут беречь силы и ждать хорошего ветра. Ведь в парусном спорте от погоды тоже зависит очень многое. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Борис Осин, телекомпания ФКТ.